Лидия Овчинникова И все строились, все таскали эти строительные материалы, все было там почти разрушено. Очень благодарны, что и подъезд такой красивый у нас стал, и вот почтовые ящики перенесли с первого этажа повыше. И с этим не поспоришь, дом и вправду смотрится современно. Крыльцо, козырек, ограждения, выходы на лестничные марши и даже домофон, который есть далеко не в каждой многоэтажке. Его уникальность в том, что теперь с собой не нужно носить электронные брелоки или ключи. Чтобы войти в подъезд, нужно всего лишь загрузить специальное приложение на смартфон. Смотрите, подходим, нажимаем «Открыть», прикладываем. Вот, смотрите, у нас и все. Прежний фасад прилично износился. Крашенные панели и оранжевые балконы уже далеко в прошлом. В прошлом и былые трудности. Раньше люди мерзли в своих квартирах. Сейчас фасады многоквартирного девятиэтажного дома 16 по улице Верхней Пролетарской утеплили по инновационной технологии «Термолэнд». Ее главное преимущество – экономия на коммунальных платежах. Такую технологию согласовали сами жители, совет дома. Привлекалась и управляющая компания. Применена новая инновационная технология утепления «Термолэнд», которая позволяет утеплять фасады уже существующих домов путем навешивания на них готовых пластин, которые представляют из себя утеплитель с двух сторон, обклеенный металлом. Этот металл также является уже предварительно окрашенным порошковой эмалью, поэтому это позволяет в длительном периоде времени избегать изменения окраски и не требует каких-либо дополнительных работ по окрашиванию фасадов уже после его монтажа. Во время капитального ремонта проводилась замена входных дверей и оконных блоков в местах общего пользования. Комиссия дом приняла. Теперь еще 50 лет он будет соответствовать всем требованиям теплосбережения. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».